Приветствую, друзья! С вами Бэр, и в этом видео я расскажу, а вернее попытаюсь описать мою точку зрения на такой извечный-извечный вопрос, который мне задавали в личку кучу раз, и поэтому я решил записать видео. Ну и не только поэтому. За кого мне играть в World of Warcraft версии 3.3.5. А, Wretch of the Lich King. Есть короля реча или как-то так, не силен в английском. Итак, играть можно абсолютно... Вот-вот-вот-вот ответ. Пошел сразу. Играть можно абсолютно за кого угодно, за кого вы хотите. Многие как-то пытаются подстраивать класс под расу. Да, есть какие-то бонусы, есть какие-то дополнительные плюшки, так сказать. Но в основном играть круто за того персонажа, который тебе больше всего понравился. О самих классах вкратце я попытаюсь быстренько рассказать. Итак, воин тупо бегает с мечом, с оружием разным, хреначит по башке. И делает больно. Маной не пользуется, короче. Паладин. Дядька, который себя хилит, а пользуется маной. Что-то наподобие воина с большой броней. С такой крутой, прям вообще весь из себя. Тоже очень интересный класс. Кстати, между прочим, считается то, что паладинцы по самые легкие классы, которые стоит начинать. И если вы новичок, то не знаете, за кого начать. И перед вами постоянно встают вопросы. Вы ищите кучу гайдов. Начинайте за паладина. Я сам начал за паладин и снимаю видео за паладина. Поэтому вот и все. Ханты. Охотники. Это такие чуваки, которые призывают себя на помощь питомцев. Пользуются либо луками, либо в случае с дворфами. Всякими различными арбалетами, пушками. Поэтому... Тоже прикольный класс. Питомец в основном выполняет роль танка. А вы ДД. Поэтому очень интересный персонажик. Разбойники. Разбойники тоже очень интересные. Ходят в хайт. Даются спины. Ими сложно начинать. Они поначалу маленькие. ДПС. Ими сложно играть. Поэтому если вы хотите, не знаю, делать грязь. То есть, убегать из-за спины. Быстро бегать. Быстро убегать. Выходить. Убивать. Это... Это ваш класс. Жрецы. Жрецы в основном кахилеры. Но у каждого класса... Так, я забыл. Да? У каждого класса есть три ветки. В этом обновлении. Три ветки, по которой они развиваются. Есть ветки, которые уклоняются либо в броню, либо в нанесение урона в основном. Либо что-то балансовое, так сказать. Между этим и этим. Да? Рыцарь и смерть тоже самое. Это между... Что-то среднее между воином, полозином. Только немного механика и стилистика другая. Класс героический, поэтому у него такового прямого отхила нету. То есть может сажать своего питомца, отхилиться от него. Ну и все в этом духе, да? По классам. Вот. Ну что-то между... Врацарь и смерть, а что-то между паладином и воином. Только нежить. Такое мертвое... Мертвой магией, пользующийся друиды. Это немножко поторопились. Шаманы ставят всякие разные тотемы, которые хилят. Тоже кидают цепочку всякую разную, дамажишь ее. Носят щит. Тоже как защитный механизм. Поэтому классы в этой версии в основном баланснутые. Очень хорошо сбалансированные. Поэтому играть можно за кого хотите. Но я рекомендую паладины для тех, кто только зашел в игру. Вот. Магия. Тоже три ветки специализации. Всякие защиты там. Ну защита это вот этих. Вот я заболтался. У магов тайная магия. Лед и огонь. Тоже три специализации. В основном все они дамажущие. Очень хорошо, неплохо. Поэтому очень часто можно увидеть мага в топе рейтингов на БГ. Там разных. ПВП. Чернокнижники. Там тоже три специализации есть. Призывает такого демона, демоницу на помощь прислужника. Есть просто дамажит. Там нечистилы какой-то магии. Есть тоже такой же аджор. Типа кидает такой скилл спелл на чувака. И от него и жизни маны уходят. И всякие станы, заморозки и прочее. Поэтому играть можно абсолютно за любой класс, за любую расу. Те, которые вам нравятся, за тех и играйте. Многие советчики, рассказчики вам расскажут. И такой лапши на уши навешают. Потому что сходу по гайду очень сложно что-то определить. Ты можешь перерыть кучу сайтов, кучу разной информации, как я. Ничего вразумительного из этого не уяснить. А можешь просто взять, начать играть, создать персонажа, который тебе больше нравится внешне. И с оружием на нем прикольно смотрится. И начинать играть им. И топить, топить, топить. И когда уже ты апнешь в 80-е. И оденешь какой-то более-менее интересный шмот. Взглянешь на других персонажей. Кочнешь себе, так сказать, альтов. В World of Warcraft твинков так называют. Попробуешь себя в роли другого персонажа и другого класса. Поэтому дерзай. Все в твоих руках. Спасибо за внимание. С вами был Бер. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал обязательно. Комментируйте, если что-то я упустил. Да, я всегда забалтываюсь в моем стиле. Но все-таки... Все-таки подписывайтесь. Пока всем.